служащих, в том числе генерал, погибли в результате крушения военного вертолета на востоке Турции. Еще двое получили ранения, сообщает Минобороны страны. Одним из погибших был командующий 8-м корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш. Связь с вертолетом типа Кугар, вылетевшим из Бенгёля в Татван в 16 часов 55 минут по времени Нур-Султана, прервалась спустя полчаса. Ну вот, новость пришла в интернете. Военный вертолет разбился на востоке Турции, погибли генералы 10 военнослужащих. 11 турецких военнослужащих, в том числе генерал, погибли в результате крушения военного вертолета на востоке Турции. Еще двое получили ранения, сообщает Министерство обороны страны, передает Тенгреновс.Кизет. Ссылка на Ана-Долу. Такаев направил соболезнование Эрдогану. Одним из погибших был командующий 8-м корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш. Связь с вертолетом типа Кугар, вылетевшим из Бенгёля в Татван в 16.55 по времени Нур-Султана, прервалась спустя полчаса. На поиски были отправлены беспилотники самолета СН-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены 9 погибших и четверо раненых. Впоследствии число жертв возросло до 11 человек. Как сообщила администрация президента Турции, министр обороны Хулуси Акар, проинформировал об инциденте президента Таипа Эрдогара. Акар вместе с начальником генштаба и командующим сухопутными войсками Турции прибыл в район происшествия. Начато расследование обстоятельств крушения вертолета. По данным военных источников, вероятными причинами могли быть техническая неисправность и плохие погодные условия. Вот, друзья, вот такие вот, значит, скорбные новости приходят из Турции. Конечно, я выражаю соболезнования погибшим, родственникам, близким. И, конечно, все мы ходим под Всевышним Аллахом. Никто из нас не останется на этой земле. Все уйдем в тот мир. Самое главное, как ты уйдешь в этот мир. Поэтому я бы хотел, чтобы мы все знали о том, что враг и война, вот эта необъявленная война, она идет везде. И в Турции, и в Казахстане, и везде. Мне кажется, уже по всему миру эта война идет. И поэтому только Аллах знает тех людей, которые погибнут на этом пути ради Родины, защиты своей Родины. И поэтому впереди их ждет только, да и Аллах, говорю им, рай Хердауси, сады Хердауси. Поэтому еще раз скажу, что все мы смертны, все мы смертны. Вот такие, значит, тяжелые новости приходят в Турции. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Что вы думаете по данному факту? С вами был Иргали. Ассаламу алейкум, рахметуллахи, ва баракатух. Имандывался, имандывался.